Поняла, Д3, 2000, и давайте скажем, без определения лабораторно-диагностического, просто 2000 получаем ежедневно-эмпирически. Вот, и магний. Хорошо, я правильно помню свой вопрос? Напомните мне, пожалуйста. Я ещё не успела сформулировать к вам вопрос, но он появился по ходу. Скажите, пожалуйста, Татьяна Владимировна, ведь всё-таки вы не просто уролох-андролох, вы ещё и гуру репродуктологии мужской. Скажите, пожалуйста, какие дозы витамина Д вы советуете в тех случаях, когда мужчина, грубо говоря, я сейчас скажу как гинеколог, идёт при гравидарную подготовку. То есть у вас есть вопросы к его фертильности, и вы бы хотели по максимуму повысить его фертильность. Какие дозы? Я знаю, что для женщин это дозы 10 тысяч единиц. То есть, чтобы вы понимали наши женщины, наши зрители, потому что репродуктологи обычно в протоколах используют дозу 10 тысяч единиц витамина Д, но недолго, это не идёт там на полгода или на год и так далее. Это идёт, в общем-то, пару циклов. Но мне интересно, какие дозы мужчинам вы назначаете? Цепочка моих мыслей. Когда вы начинаете формулировать вопрос, я думаю, ну и возвращаясь, и, собственно, я не собираюсь, потому что мы планируем все быть вместе, и все встретятся не в прямом эфире, а лицом к лицу. А под градусником минимум. Да, под градусником в кафешке где-то. Но я скажу так, что, что касается назначения витамина Д3 у мужчин, существует чётко прогностический подход, который говорит строкою из гайдлайна, где прописана такая фраза. Ряд нарушений в функционировании мочеполовой системы мужчины ассоциируется с низкими концентрациями Д3 сыворотки крови. В связи с этим рекомендуется определение уровня Д3 сыворотки и в связи с этим назначение на регулярной основе до момента наступления компенсации. Поэтому, конечно, на старте назначений мы определяем уровень Д3 у мужчины. Там такая цифра 30 нанограмм на миллилитр – это пограничка. Вот всё, что ниже – это мало, всё, что выше – это более-менее. Я вижу, нас смотрит специалист, ещё один, и, возможно, она ставит свой комментарий по этому поводу. Но скажу я вам сразу, что на сегодня лечебные дозы обычно около 4 тысяч. Через месяц мы контролируем сывороточные концентрации витамина Д3, снижаем до тройки. Через месяц, если всё нормально, удерживаем мужчину на двойке. Я вам скажу, почему. Малый процент мужчин при наступлении тепла поедет регулярно загорать, освежаться, пребывать на ультрафиолете. Мирное время, а военное так тем более. Поэтому, собственно, вот эта рекомендация 2000 ежедневно, она сохраняется, и сохраняется рекомендация раз в 3 месяца определять сывороточные концентрации Д3. Тогда станет всё понятно, и тогда с чистой совестью можно говорить о том, что вот это требование гайдлайна мы соблюдаем в рекомендации. Поэтому мой, собственно, на сегодня такая прерогатива и такое планирование. Продолжение следует...